Всем привет! Данное видео для тех, кто решил или еще в раздумье, как покрасить свой дом из профилированного бруса изнутри. После просмотра данного видео, я думаю, вы для себя сделаете окончательный результат. Стоит ли вам заниматься этим делом самостоятельно или все-таки прибегнуть к помощи специалистов. Итак, поехали! Брус с камерной сушки. Уже пришел, был он с трещинами. В том году мы все обработали вот таким вот антисептиком. Вот все, что у меня от него осталось в коробке. Вот антисептик для наружных и внутренних работ. Простоял у нас зиму. И теперь будем подготавливать это все к покраске. Первым делом будем заделывать как трещины. Вот эта самая большая трещина. Как трещины. Так и нежвенцовые швы также мы будем заделывать герметиком. В том году я пользовался герметиком. Мне понравился очень вот такой, как он ложится, как он сохнет. И он тянется. Он не трескается. Использовал этот герметик. Для наружного применения он бывает разных цветов. Кстати, сейчас покажу, как я предбанник покрасил краской с использованием этого же герметика. Это я красил в том году. Еще вот так у нас получилось. И теперь мы приступаем к этой комнате. Также будем использовать этот герметик. Так мне удобно этот герметик использовать в пистолете. В том году у меня был дешевый, простенький самый пистолет. Я с ним намучился. И в этом году решил купить более качественный. К емкости из-под старого герметика. Предварительно ее все очистив. И будем сюда, заложим сюда этот герметик. И будем пользоваться им из пистолета. Очень удобно. Здесь самые большие трещины. Их мы будем заделывать еще с помощью вот такого жгута. Так у нас будет меньше расхода герметика. Все-таки он тоже не дешевый. Эта баночка стоит примерно 500 рублей герметика. Поэтому таким образом мы еще и сэкономим немного на герметике. Таким образом заделываем все крупные щели вот таким жгутом. А также межвенцовые щели, где более-менее большое расстояние. Здесь мы видим маленькое совсем расстояние. Здесь его вообще нету. Вот здесь вот расстояние чуть побольше. Межвенцовое. И также мы вот таким образом заделываем вот таким жгутом. Итак, самые крупные щели заделали. Как межвенцовые, так и трещины мы заделали жгутом. Теперь переходим к следующей процедуре. Берем шпатель и эту шпаклевку. И все трещины я заделываю вот таким образом. Ничего я не скотчем не заклеиваю. Это лишний геморрой. Мы все равно древесину будем шлифовать. И вся эта шпаклевка, она сотрывается. Вы, конечно, еще эти щели заделывать из пистолета. Но это нам придется лишний раз наполнять пистолет. Чего это не очень удобно, конечно. И поэтому я делаю так. Так. Намного быстрее будет и удобнее. Заодно выравниваем плоскость. Мы видим, что здесь был какой-то дефект. И таким образом мы еще при помощи шпателя выравниваем. наш брус. Его все равно весь брус надо шлифовать. И поэтому мы не боимся. Шпаклюем все, что можем. В общем, это не тяжелая работа. Но довольно-таки долго. Таким образом проходим вначале все щели. Заделываем не только большие щели, но и вот такие совсем... Совсем-совсем мизерные. Так заделываем все сучки. Как маленькие, так и вот такие вот большие. Также шпаклюем вот эти сучки в этом месте, в месте скоса. Таким вот образом. Потому что многие сучки у нас с отверстиями разными, с выбоинами. И поэтому мы их тоже шпаклюем. Некоторые сучки бывают достаточно красивые. без дырок, без трещин, без всяких углублений. И мы их, соответственно, конечно, не трогаем. И не замазываем. Так, ну вот мы все трещины и сучки зашпаклевали. Шпаклевка вот так у нас получилась. Вот таким образом я заправляю вот этот вот. вот уже который раз я заправляю, не знаю. Это железка у нас от старого, от старого пистолета. Вот мы сейчас купили новую. Очень это, в принципе, быстро все. Уже испашкался весь. Таким образом лопу набиваю, простукиваю. Чувствуется, что уже практически полное. Закрываем. Закрываем. У нас от страны пошла. Закрыли. Вытираем. Все. И вставляем. Все. Готово. Задело меньше минуты. Теперь заделываю межвинцовые швы при помощи пистолета. Сжал маленько пассатижный кончик, чтобы было плоское, чтобы было удобней. Для затирки швов продают специальные силиконовые резиночки, но для меня они не очень удобны, так как расстояние везде разное. Здесь, например, одно расстояние, здесь шире чуть-чуть ее. А здесь резиночка не очень актуальна. Валерий простой палец, сморченный в воде. Все потом легко отмывается. Висит герметик. Ничего страшного. Самое главное у нас получается ровный шов. Вот такой. А все остальное, я говорю, мы будем все равно шлифовать весь брус. Это все сошлифуется у нас. Делаем так со всем брусом. Где больше трещин, где меньше, без разницы. Делаем так. Вот мы видим здесь вообще маленькой трещинкой, все равно это все заделываем. В общем, вот так вот подготовили мы одну стену. Шпаклевали трещины в брусе. Также заделали межвинцовые швы. Мы видим, сам шов какой получился. Также мы заделали все стыки. Здесь несколько стыков у нас есть. Мы их заделали. Вот видим здесь немножко неровность. Есть такая вот эта брус выпирает. Мы его все равно сравняем. Шлифовать будем болгаркой. Мы его сравняем. Он у нас будет ровный. Здесь у нас мы видим щель между брусьями достаточно большая. Излишки с пальца я смазываю на скребок. Все, не волнуйся, все это у нас зашлифуется. Так как брус у нас постоял зиму, осень, сейчас весна. Он у нас немного пожелтел. И мы видим, что структура у нее такая вот не очень гладкая. Где-то даже и очень шершавая. И поэтому нам надо будет первым делом весь брус шлифовать болгаркой в 80-м зерно. Болгаркой в 80-м зерно мы снизу вот это вот все снимем. Так, ну и вот мы все заделали. Межвинцовые швы, все трещины. Также заделали сучки, которые нам не нравятся. Не все. Вот, например, вот этот ровный сучок мы его не заделывали. Вот, тут это тоже так. Мы его не заделывали. Где сучки нам не нравятся, с выбоинными, они корявые. Мы их также заделываем все. Также бывают сучки вот такие бы огромные. с большими канавками. Тоже мы их заделали. Все, даже можно за несколько раз. Если за один раз не получается. Большие. Постояло у нас все это несколько дней. И теперь мы переходим к самому сложному этапу. Самый пыльный, самый грязный, самый тяжелый. Еще раз повторюсь. Если есть лишние деньги, которых практически никогда не бывает. Лучше это отдать работу эту профессионалам. И которые на этом зарабатывают деньги. Очень тяжелый труд. Еще раз повторюсь. Для этого нам понадобятся шлифовальные машины. Понадобится вот такая вот насадка. Вот такая вот можно взять парочку. Они стоят рублей 200. Такие насадки можно и парочку взять. Одной насадкой мы будем шлифовать древесину. Второй насадкой мы будем шлифовать торцы. Вот эти вот. Так как она будет стираться. Еще нам понадобится очень-очень-очень много. Как абразивный. Это у нас круг 80-ка. Очень много будет пыли. Очень много. Вы будете... У вас все будет голова, все глаза. У вас будут в огромном слое пыли. Закрываем в другие комнаты дверь. Заделываем всем, чем можно. Все щели. Вот я заделал такой пленкой. Так, открываем окна. Обязательно, обязательно понадобится. У меня вот такой есть 3М-овский респиратор. Честно скажу, не очень он удобный. Через эти места, хоть и здесь как бы сгинается металл, стоит вокруг носа. Но все равно остаются... Вот здесь вот щели остаются и пыль все равно залетает. Так что запасайтесь хорошим респиратором. Желательно еще взять очки. Как бы не очень для меня удобно, потому что они очень запотевают внутреннюю часть. И не видишь, что шлифуешь. И получается, я вот шлифую без очков. Для меня так удобнее. Но попадает, конечно, пыль в глаза. Мне очень приятно. Шлифовка этой комнаты займет, наверное, я думаю, на одного человека. Если одному шлифовать, ну, полдня, наверное. Минимум полдня. Еще надо же нам дать отдохнуть шлифмашинке. Итак, приступаем. Зернистость 80-ка. Самое оптимальное. На болгарке ставим средние обороты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За несколько минут мы прошли один брус. Мы видим, сразу он посветлел. Стал ровный. Пыли, вот, видим, стоит очень много. Если вы собираетесь все это потом красить в темные цвета, то надо хорошенько шлифовать. Мы видим, вот такие вот есть места. Вот здесь вот они неровные, шероховатые. Их надо вышлифовывать, чтобы их не было до ровного-ровного. Чтобы не было вот этих ни заусенцев, ни вот этого ворса. Чтобы не было. Если вы плохо прошлифуете вот эти места, больше краски получится, чем здесь. Здесь разгладится хорошо, а здесь получится очень много краски в этом месте. И это все будет смотреться пятнами, темными. Так что, как многие говорят, что якобы плохая краска там, пятнами получается. Это получается не за краски. Это получается как раз из-за этого ворса, что мы его не вышлифовываем хорошо. Так что вышлифовываем все хорошо. Если у вас краска белая, то это намного проще. Можно сказать, это вообще практически не будет видно. Этих пятен на темной краске все это видно гораздо сильнее. Как будто мы все отшлифовали, но не дошлифовали чуть-чуть. Вот здесь вот не дошлифовали, и вот здесь вот тоже не дошлифовали. И этот ворсик, он остается, он глубже получается. И краска здесь собирается, и получается здесь темное пятно. Шлифуем, чтобы было вот ровно-ровно, как здесь. Ну вот так примерно должно быть. То есть ровно, вокруг ворса нету. Все, и у вас тогда будет брус без пятен. Между брусами шов, так же мы видим, мы его заделываем шпаклевкой. И вот он здесь неровный, то есть этот брус маленько выпирает. Этот брус немножко, на пару миллиметров, уходит туда. И так же мы его выравниваем. Таким образом получился практически ровный шов. Отшлифовали мы одну стену. Мы видим, она сразу стала светлая, красивая, приятные глаза. Вся шпаклевка, все убралось. Это мы еще не шлифовали межвенцовые швы, еще не шлифовали. Мы их еще будем шлифовать, будет еще красивее смотреться. Так, ну вот мы все зачистили шкуркой 80-кой. Ушло у нас достаточно много времени. Брус сразу выглядит светло, чисто. Только слой пыли огромный. Что у нас на подоконнике мы видим, какой слой пыли. Следующий этап у нас идет шлифовка вот этой вот фаски. Для этого я снимаю вот этот наш основной диск, которым мы защищали брус. Так как он нам пригодится еще для следующих комнат. И ставим вторую насадку, она точно такая же. Только она у нас специальная для этих лошвов. Специально так, как она у нас стирается. Вот этой насадкой я уже прошлифовал весь дом снаружи. И также пол дома внутренней части прошлифовал. И вот так она у нас выглядит. Ну не сильно стирается. Вот мы видим, диаметр она чуть-чуть, чуть меньше. А вся шкурка, которую мы шлифовали, мы ее не выкидываем. Как раз она у нас понадобится для шлифовки вот этих мест. Она чуть больше диаметра, это ничего страшного. Надеваем обязательно респиратор. Сейчас я не буду надевать респиратор, так как я основную часть уже прошлифовал. Специально оставил, чтобы показать пару кусочков. Делаем, можно маленькие обороты сделать, можно средние, но никак не большие. И делаем вот таким образом. В правую сторону идем болгаркой таким образом. В верхнюю часть болгаркой идем вот таким образом. Ну вот таким образом у нас получается вот эта часть. Она также получается гладкая. Весь герметик, который здесь был, также мы его счищаем. Также мы должны счистить вот эту вот черноту, которая остается в этих местах. Шкурка достаточно быстро приходит в такое вот состояние. Но ничего страшного, у нас шкурок осталось очень много после зачистки самого бруса. Так что меняем, ничего страшного. И таким образом мы, получается, отшлифовали весь брус 80-м зерном. Прошли также 80-м зерном вот эти вот места. Так, следующий этап. Теперь берем орбитальную шлифмашину, ставим 120-е зерно и быстренько все прошлифовываем. И не задерживаемся долго на одном месте, быстренько все прошлифуем. Вот эту комнату мы прошлифуем примерно, я думаю, где-нибудь за полчаса. Быстренько. Уже эта работа не такая сложная, как бы единственное, да, сложно, тяжело держать руку на вытянутом расстоянии, если это все пошлифуем вверху. А здесь не так это сложно. Также не забываем одевать респиратор обязательно. Хоть и не видно, но ее очень много мелко она летит. Вот что у нас стало с респиратором после шлифовки вот этой комнаты. Мы видим, он весь в пыли. Пыль как снаружи, так и внутри. Все-таки она проходит через вот эти вот места, о чем я раньше и говорил. Ну и, конечно, первым делом нам надо еще и убрать эту пыль, которая здесь в очень большом количестве. Финальный этап перед покраской. Тщательно счищаем всю пыль щеткой. Если есть пылесос строительный, лучше, конечно, это сделать пылесосом. Двигая щеткой горизонтально, так мы лучше вычистим всю пыль из межвинцовых швов. Закрываем все окна, чтобы не было сквозняка, так как пыль у нас все равно остается. И чтобы сквозняком пыль не подымала, она не прилипала к краске, мы и закрываем все окна. Переходим по краске. Красить мы будем вот такой краской беленько интерьер. Цвет 73-й, белый. Краска специально для внутренних работ. Она алкидная, на водной основе. Хорошо размешиваем краску, примерно 10% добавляем воды. И первый слой красим так, разбавленный водой на 10%. Краска размазывается отлично. Да, запускать кисть нужна синтетическим ворсом. Идем по одному бревну, чтобы не было переходов. Так как краска быстро сохнет, быстро подсыхает. И если мы докрасим пол бревна, у нас будет заметен переход. Также сразу прокрашиваем хорошенько вот эти пазы. Если при покраске одной стены у нас краска капает, смотрим всегда внимательно, краска капает на другую стену, на соседнюю, или даже вниз же этой же стены, где мы красим, тут же нам надо все это счищать хотя бы кистью. То есть всегда надо наблюдать за соседними стенами и вниз той стены, которую мы красим, чтобы не было как бы брызг и потеков. Тут же надо их стирать. Вот я еще один увидел, тут же их все стираем. Или же рукой стираем, или же той же кисточкой. Если мы этого тут же не сделаем, оно засохнет и будет выделяться очень сильно. Еще совет, после того, как мы прошли один брус, совет сделать вот так вот, чтобы убрать все потеки и переходы, где мы плохо размазали, вот так вот делаем. И в другую сторону. Так потом будет смотреться намного лучше. И вот первый слой одной стены, вот этой вот, мы покрасили. Некоторые могут не увидеть разницу, но разница есть. Первый слой. Вот так вот, наверное, более видно. Слева стена отдает желтизну, вот эта стена немножко отдает белым цветом. После второго слоя будет вообще смотреться шикарно. Итак, продолжаем красить все остальные стены. Да, вот потолок-то мы покрасили на днях в один слой пока. Итак, покрасили все в один слой краской беленько. Интерьер 27-й, белый цвет. Вот так смотрится светло. В это помещение мы докрасили вчера вечером и уехали. Приезжаем на следующий день утром. Все высохло, соответственно. И теперь нам надо этот брус пройтись мелкой-мелкой шкуркой. Быстренько снять ворс. Вот, и будет все отлично. Быстренько пробегаемся. Вот я, у меня есть такая шкурка. Сделал я вот так вот. Взял досочку. На нее, чтобы было мягко, положил кусочек жута. И обернули наждачкой. Не обернули. Показуем. Не обернули. И обернули. Подписывайтесь на наш канал. Надо стараться сильно тереть, просто быстренько проходим брус, и мы сразу чувствуем, какой он становится гладкий здесь, и какой шершавый, рукой прям даже чувствуется, какой шершавый брус не прошли шкуркой. Соответственно, и будет расход краски меньше, и краска будет ложиться более ровно. Это не трудная процедура, но лучше её сделать, она займёт всего минут 10-15 на такую комнату, так что вперёд. После того, как зачистили наждачкой, слегка проходим тряпочкой. Краски берём совсем чуть-чуть, совсем на краю кисточки, вот совсем на краю кисточки, и размазываем хорошенько. И размазываем, размазываем, краска хорошо размазывается, если мы возьмём больше и плохо размазывать будем, краска потом потечётся. Так же, после покраски каждого бруса, так же, как и после первого слоя покраски, проходит точно так же. В одну сторону и в другую. Ну и вот мы покрасили две стены, вот эта первая стена, эта стена не крашена, и смотрите разница какая вот есть. Такая вот она, то есть это чуть-чуть белее получается, и она будет, первый слой он не блестит, не будет блестеть, он матовый, как бы впитался второй слой, он немного будет давать блеск, немного. Конечно, это ещё, он так блестит, он ещё не успел застыть, это я только покрасил эту стену, не успела она высохнуть, как высохнет, она будет менее блестеть, но всё равно будет более цветонасыщенный. И так же всю видно структуру дерева, видно все полосы, все сучки, все они видны. Вот эта стена покрашена в два слоя белинки, интерьер 27-й, белый цвет. Вот эта вот стена, это в другой комнате, это я покрасил неделю назад в два слоя, вот так вот она смотрится. Вот это коридор, это я покрасил ещё в том году. Так, ну это всё получилось, два слоя. Вот так выглядит, светленько, чистенько. Не обращать внимания на эти углы, не прокрашенные. Здесь у нас будут вот такие вот уголки, вот такие будут стоять. Также это белинка, также интерьер. Цвет старой древесины, очень такой классный цвет. Нет, ну это в один слой, я покрашу, но пока сейчас она маленько подсохла. Сейчас буду вторым слоем красить и будет вот так вот смотреться. Надеюсь, то, что данный ролик помог вам принять решение, стоит ли заниматься этим делом самостоятельно или всё-таки прибегнуть к помощи профессионалов. Итак, подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх, напишите комментарии и всем пока!